всем привет в данном видео будем рассматривать такую тему как покрывающий слой цена у нас пока что не меняется поэтому включаем основные слои центрируем это все и отображаем перспективе вид rendered чтобы мы видели что у нас сцене и покрыта ли она материалами то есть в данном случае подложка у нас покрыта материалом на основном объекте у нас абстрактный материала нет заходим материалы создаем обычный стандартный материал и сразу же называем его 8 то есть покрывающий матери покрывающий слой фактически то есть в данном случае у нас материал стандартный называется он котинг но у нас есть возможность создать для нашего стандартного шероховатого матового материала вот такого как он идет стандартным покрывающий слой то есть тонкую пленку мы по правой кнопке можем добавить это котинг то есть здесь получается у нас на самом нижнем уровне то есть не на верхнем не на среднем на нижнем фактически это у нас пока что структура как дерево то есть есть корень да и соответственно есть ветви есть листья то есть корень это верхний сам ствол это вот средние листья то есть ну ветки пускай будет даже не листья ветки это вот этот а листья фактически вот мы добавим сверху либо покроем наши ветки чем-то то есть ну такая аналогия скажем приблизительно то есть у нас есть возможность по правой кнопке на самом слое стандартном добавить еще слой котинг то есть мы его добавляем и наш материал покрывается тонкой пленкой то есть мы в теории особенно вдаваться не будем здесь нам важно понимать что для каждого слоя без df вот этого существует всего лишь один покрывающий слой в данном случае если мы по правой кнопке еще раз захотим добавить еще один котинг то этого мы сделать не сможем именно для этого слоя в данном случае наш котинг представляет из себя тонкую пленку у него фактически параметры такие же как и у основного слоя за исключением того что здесь отсутствует шероховатость то есть ее как таковой здесь нет у нас есть тот же самый цвет отражения при нуле градусов цвет отражения при 90 градусах у нас есть возможность использовать текстуры у нас есть френель то есть коэффициент indi да и мы можем устанавливать опять же силу френеля дальше у нас есть коэффициент экстинкции и соответственно значение коэффициента нашего r2 то есть мы не можем управлять вот силой френеля да то есть отменять либо усиливать в данном случае у нас получается самым важным параметром является вот этот то есть sickness это у нас толщина минимальная толщина у нас 20 она у нас в нанометрах то есть фактически это очень очень тонкая такая пленка и максимальное значение в этой пленке миллион то есть при максимальном значении у нас появляется эффект радуги ну здесь на вот этом маленьком таком предпросчете не особо мы этот эффект можем видеть ну предположим поставим например 5000 то есть фактически здесь уже появляются какие-то радужные разводы мы можем этот материал попробовать применить к нашему объекту то есть он серым такими останется попробовать запустить наш интерактив ну и посмотреть что у нас из этого получится то есть вот этот материал еще раз на всякий случай применим но отражение вот здесь они уже присутствуют то есть вот они в этой части вот здесь отражение есть вот здесь вот отражение есть но как таковую пленку мы особенно не видим я вот данный момент приближу немножечко поближе этот вариант то есть здесь еще нужно учитывать то что у нас нет разнородного освещения то есть у нас все по свету одним тоном скажем то есть на свет однородный и здесь вот этих всех эффектов там радуги их видно не будет будет видно только тогда когда свет у нас разнородный то есть не белый соответственно надеяться увидеть этот эффект здесь ну смысла никакого единственно что здесь мы видим что у нас объект уже перестал быть матовым то есть мы его покрыли таким тонким тонким слоем вернусь назад и соответственно снова открою наш материал то есть в данном случае вот это значение с их нас у нас отвечает за толщину вот этого слоя и максимальная получается у нас но если один нанометр это перевести то фактически ну в нормальные единицы дата фактически миллион это у нас один миллиметр получается то есть вот эта пленка у нас данный момент один миллиметр это при при самом максимальном значении ну обычно максимальное значение не ставят то есть пределах каких-то таких значений то есть там от 100 там до 5000 в данном случае у нас есть возможность установки текстуры я текстурный редактор открою и соответственно зайду применю вот такую вот текстуру то есть она черно-белая ее обесцвечивать не нужно то есть и сразу у нас появляется вот такая вот вариация то есть было до текстуры sickness да а теперь у нас получается минимум и максимум то есть опять же если мы используем только вот это значение sickness то у нас по всему объекту одинаковая толщина если мы используем текстуру то у нас на объекте разная толщина вот этого нашего покрывающего слоя то есть фактически опять же минимум здесь мы можем поставить 20 максимум мы можем поставить здесь миллион и соответственно по нашему объекту в зависимости от карты то есть черный цвет это минимум белый цвет это максимум и у нас карта довольно таки скажем с переходом да то есть белый черный и серые оттенки все равно же есть то есть если посмотреть попробовать по крайней мере иногда просмотрщик у нас не отображает то есть желательно еще разок его запустить ну не с первого раза получается вот она открылась то есть у нас здесь есть какие-то градации серого то есть белый есть до черный есть есть какие-то градации серого то соответственно если мы понимаем что черный это минимум а белый это максимум то вот эти серые градации будут от минимума до максимума каких-то пределах и соответственно толщина этой пленки будет в разных местах разная то есть у нас есть вот такая возможность я вот эту текстуру пока оставлю пускай она будет и дальше соответственно у нас есть индекс преломления наш здесь мы можем менять цвет то есть можем поставить предположим черный ну не полностью черный то есть мы ставим для нуля градусов черный да и соответственно если мы не включаем force френель то мы теперь можем управлять яркостью наших отражений то есть если я поставлю например вот так то отражение стали чуть темнее да если поставим таким образом то соответственно отражение стали еще темнее то есть получается у нас яркость вот этих двух моментов влияет на то как будто видно видны как будут видны отражения наши то есть вот эта сила отражения если не включать force френель то есть я в данном случае поставлю ну 1 и 5 и подниму до максимума отражения то есть вот они немножечко просели по сравнению с тем что были увеличены в два раза да но если установить force френель то соответственно мы теперь получаем возможность управлять яркостью отражений то есть они вернулись как и были да мы имеем возможность управлять яркостью отражений с помощью нашего коэффициента индии то есть если в данный момент поставить опять же там отражения вот такими то у нас отражения все равно остались какими и были фактически то есть здесь уже яркость не учитывается здесь учитывается только оттенок то есть если я поставлю например красный да то мы видим красный то есть вот она эта пленка наша такая красноватая а яркость не влияет то есть и на отображение вот здесь мы видим вот эту пленку то есть как бы серый сам материал мы видим да и плюс мы видим как это покрыто пленкой для того чтобы более-менее это все было видней можно приблизиться да и посмотреть как это выглядит с близкого расстояния то есть фактически у нас каких-то местах вот здесь мы еще стандартный объект видим до других местах уже видим что этот объект покрыт какой-то пленкой но цвет здесь можно ставить можно не ставить можно использовать опять же здесь текстуры да и соответственно если используем текстуры то force фонель мы не учитываем то есть включаем его если не используем текстуры то force фронель можно включать для того чтобы пленка стала видимей скажем отражение да ну сама пленка не станет видимой но отражение можно поставить сильнее да то есть мы поставим например там три и в этом случае у нас опять же отражения будут сильней но как бы саму толщину пленки мы здесь не видим она есть но мы ее не осознаем то есть мы в уме понимаем что пленка есть да есть отражение но как таковую толщину нам здесь увидеть как в срезе не получится то есть и дальше у нас получается такая ситуация я ну наверное скорее всего цвет мы уменьшать не будем мы уменьшим силу фронеля вот здесь все поставлю 152 и пока отключу текстуру поставлю чтобы было две с половиной тысячи вернусь назад то есть у нас этот объект вернее материал применён на объект но у нас здесь есть такая возможность что вот этот материал у нас простой то есть мы можем предположим зайти в стандартный слой да и изменить каким-то образом здесь цвет но пускай будет например вот каким-то таким в данном случае то есть мы поменяли цвет у нашего диффуза по факту если мы отключим наш покрывающий материал то у нас объект будет обычный стандартный матовый с большой степенью шероховатости то есть он будет обычный стандартный да как только мы включаем котинг у нас соответственно объект покрывается пленкой и мы уже на этом объекте видим наше отражение но вот это у нас материал можно назвать его simple то есть простой покрывающий слой да если зажать control можно перетянуть материал чтобы не создавать и для второго материала мы поставим то есть я уберу вот здесь лишнее и соответственно поставим то есть эффект мыльных пузырей можно в этом случае получить то есть мы применяем второй материал к нашему объекту он будет таким же по факту и в данном случае я просто отключу вот этот слой бездф который является стандартным и поскольку у нас материал примененен к нашему объекту то мы вот видим вот эту тонкую пленку до эффект мыльного пузыря то есть после вполне адекватного просчета мы здесь единственное конечно желательно усилить отражение чтобы было больше видно но опять же сцена у меня здесь такая что в ней вокруг идет просто белый равномерный свет то есть белое освещение и разных всяких там перелива всяких эффектов здесь нет то есть как только изменится освещение окружающие соответственно изменится эффект здесь нужно понимать что у нас на все вот эти свойства поверхностей то есть у каждой поверхности есть свойства неважно у вот этой покрывающей поверхности до у этого слоя у стандартного слоя то есть у всех поверхности в реальном мире есть какие-то свойства. Свет эти свойства только проявляет, потому что свет в себе несет 100%. Ну это такое лирическое объяснение. То есть свет в себе несет 100% возможностей, скажем. И как только он долетает до поверхности, например, 10% возможностей открываются в этой поверхности за счет света. Потому что свойства непосредственно есть в самой поверхности. Изначально в нее есть свет. их только отображает скажем и все то есть в этом случае нужно понимать что как только меняются условия освещения соответственно эффект и результат будет другим то есть не стоит скажем ждать каких-то какого-то эффекта подобия мыльных пузырей при освещении обычном равномерном это все проявляется только тогда когда у нас освещение разнородная то есть предположим hdr карта либо там в 3d программах это hdr карта потому что в ней идет ну во первых идут все цвета во вторых большое количество скажем яркости идет поэтому это более разнородная среда скажем чем просто обычный белый равномерный свет поэтому ситуация вот такая вот у нас в данном случае получается вот такой объект с таким материалом да то есть он очень тонкий он прозрачный то есть вот здесь предположим вот цифры в этом месте видны то есть 0 820 57 033 ну то есть мы видим все то что сзади у нас есть за этим объектом объект прозрачный и на нем вот с вот этими цифрами с толщиной да мы можем видеть соответственно эффект радужный для вот этого слоя основными параметрами которыми можно пользоваться ну и в основном пользуемся да мы учитываем вот этот цветный стол то есть толщину учитываем отражение при нуле градусов при 90 градусах учитываем коэффициент индии учитываем силу френеля остальное тоже можно не учитывать то есть для скажем попробовать потренироваться можно вот этими параметрами поиграть посмотреть что в этом случае получится но по факту вот вот эта часть она основная то есть вот здесь вот это все основное ну и соответственно плюс текстуры то есть вот такая ситуация у нас вот этим покрывающим слоем как бы мы теперь начинаем понимать вот после вот этого покрывающего слоя да что в максвелле все реализовано через систему слоев то есть в одном материале мы можем создавать довольно большое количество стандартных слоев и плюс создавать количество определенное слоев покрытия то есть но вот эта вся система будет немножечко рассмотрена дальше видео где мы будем пытаться рассмотреть систему слоев как она работает то есть в данном случае у нас только вот этот покрывающий материал то есть я оставлю это вот таким вот образом и соответственно мы здесь видим разницу для обычного простого материала применим покрывающий слоем вот таким образом выглядит для материала который у нас похож на мыльные пузыри на эффект мыльных пузырей да то у нас стандартный слой отключен мы используем только котинг слой и получаем вот такой вот результат но опять же повторяю здесь как бы не стоит от этого объекта и от этого материала ждать при таком освещении каких-то радужных переливов то есть нужно изменить освещение но до освещения мы еще не добрались поэтому пока просто понимаем что слой котинг он здесь присутствует и не можно пользоваться создавать различные материалы по поводу вот здесь авер настройки кастом мы не еще доберемся то есть пока мы ее здесь не рассматриваем